Всем привет большой-большой и пламенный. У меня через две недели переезд, поэтому тут все немного сходит с ума, в том числе и я. Но я очень хочу записать для вас это видео, потому что через два дня в Израиле праздник, который называется Туби Ав, это 15 ава. Ав это израильский месяц, и израильский календарь лунный, поэтому он может не обязательно совпадать с августом. Ав может прийтись даже на июль, но суть не в этом. 15 ав это еврейский праздник, день любви, как аналог дня Святого Валентина, что-то в таком же духе. Поэтому это очередной повод вспомнить для себя, для других вообще в своей жизни, что все, что замечательное и чудесное у нас есть, это не само собой разумеющиеся. И каждый день это повод про это вспоминать и ценить, и дарить любовь, делиться ей, делиться самыми положительными и светлыми чувствами с другими. Как мы можем это сделать, и какие есть еще для этого дополнительные рецепты, как можно эту любовь ароматизировать и украшать, чтобы она у нас цвела и пахла, и все время ее подпитывать. Так вот, конечно же эфирные масла это один из замечательных, совершенно потрясающих способов, потому что это не один способ, а это целая палитра способов для того, как мы можем украшать и радовать наших близких и наши отношения, в частности романтические отношения. И сегодня я хочу поговорить про сценарий романтического вечера, или хотя бы только его первую часть, потому что сценарий романтического вечера я могу очень долго с вами рассуждать, поэтому постараемся сделать это коротко и ясно. Начнем с первой части романтического вечера, и первая часть у нас начнется с водных процедур. Знаете, я очень-очень люблю сказки самых разных народов мира, в том числе у меня вообще в голове, как в архиве каких-то разных полок, оттуда вываливаются периодически всякие присказки, прибаутки и даже не понимают, куда они там берутся. И сейчас я подумала про то, что баба-яга не зря говорила нам, что вначале добро помолодца сперва в баньке попарь, потом накорми, напои, а уже затем и спать уложи. В одной только этой ее фразе кроится столько мудрости. Это на самом деле может быть целый рецепт, то есть это не просто рецепт, это суть счастливых отношений. По этой фразе можно книгу написать. И если мы разобьем ее на части, то сегодня мы поговорим о первой ее части, о баньке, о водных процедурах. И водные процедуры это вообще вещь чудесная. И я уверена, что вы все это замечали, что водные процедуры просто творят чудеса с нашим организмом на эмоциональном и на физическом уровне. Это вещь, доступная совершенно каждому из нас, слава тебе, Господи, в современном мире. И я очень рекомендую ходить в баню, ходить в сауну хотя бы раз в какое-то время. Я это делаю по возможности раз в неделю. То есть раз в неделю я стараюсь оказаться в сауне или сделать как минимум какую-то более основательную водную процедуру. Не просто ополоснуться душем, а что-то такое более основательное и существенное. Так вот, конечно же в бане мы можем сделать просто... Фактически это магический ритуал происходит, потому что очищаем организм на самых глубинных уровнях. Очищая клетки, вдыхая, пропаривая это все. И что я делаю в бане? В бане я с собой беру самодельные пилинги для тела, маски для лица, обертывания. Я обливаюсь холодной водой, горячей водой. И естественно на протяжении всего этого времени я вдыхаю, я легкими и всеми клетками, которые открываются при такой чудесной процедуре как баня, вдыхаю эти энергии и вот эти волшебные молекулы эфирных масел, которые воздействуют на меня на энергетическом и на биологическом уровне. Ну, если поговорить о том, какие масла я люблю брать с собой в баню, то в баню, в сауну и вообще с какими маслами я принимаю деловодные процедуры, то тут тоже будет такая довольно-таки увесистая горсточка. И это, конечно, не все, но это так, выбранные сейчас, которые попались. Перечислю их. Кедр, седрвуд, сайбирианфор, это масло сибирской ели, кипарис, эвкалипт, мелалюка, мята, грейпфрут, сейчас расскажу, зачем, что я с ними делаю. Я думаю, нам на сегодня хватит для обсуждения. Итак, я на самом деле сегодня не буду рассказывать вам прям подробные рецепты здесь. Для этого вы приглашаетесь подписаться на мой канал и на мой фейсбук, и на мой инстаграм, и там постепенно узнавать все возможные мои трики и секреты, и рецепты. Но я хочу хотя бы в двух словах, чтобы уже была идея и вдохновление на ближайшие два дня. Это было бы чудесно, чтобы вы что-то сделали в первую очередь для себя. Потому что если вы побалуете себя такими процедурами, то вы уже как бы побалуете вторую половину автоматически. Потому что если вы чувствуете себя наполненной или наполненным, то есть все, что я говорю, оно абсолютно одинаково подходит для всех полов. То есть если вы чувствуете себя наполненной, сверкающей, радостной и влюбленной, то это чувствует все окружающие вокруг. И, конечно же, уже из-за этой ненаполненности заботиться о других становится особенно приятно, легко, и вы можете что-то дать. Нельзя выжать сок из засохшего лимона, правда? Так вот, здесь можно разделить масла, про которые я говорила, на несколько групп. Древесные, типа эвкалипт, ель сибирская, кедр, кипарис. Это все масла, которые, как и сами деревья, они дают нам силу, дают нам стабильность, дают нам устойчивость, поддерживают наш иммунитет. Каждый немножечко в своем стиле. То есть, например, если речь идет о бане, то я просто стараюсь ими дышать и добавляю их, капаю их на деревянные полки в бане, капаю в тазиках с водой, которой я обливаюсь, делаю с ними пилинг. Как я уже сказала, пилинг сделать очень просто. Но, если мы говорим о душе, что есть у каждого из нас дома, и это вообще сделать ничего не стоит, можно пойти там в душ зайти и принять его, то вы берете в конце процедуры душа, берете маленькое полотенце, махровое маленькое полотенце, знаете, такие бывают маленькие полотенчики, и капаете на чуть влажное полотенце, капаете, например, несколько капель сибирской ели или эвкалипта. И этим обтираете все тело после того, как вы уже приняли душ. Это дает эффект, очень мощный эффект детокса, очищения, поддержки иммунитета и энергетического такого наполнения. То есть, это дает силу на уровне не качалки тренажерного зала, а силу такую, как почувствовать связь с природой, почувствовать корни, почувствовать созидательную такую силу. И это очень классная процедура, занимает 3 секунды времени, да, капнуть пару капель на полотенце и обтереться этим после душа. Рекомендую это делать на постоянной основе. Конечно, в бане это уже все можно сделать более основательно. И рецепты, опять же, пилинга и рецепты масок я вам отдельно расскажу. Также в душе можно очень здорово взять то же самое полотенце и капнуть несколько капель мяты, пепперминт, несколько капель мяты на полотенце и бросить маленькое полотенце на дно кабины душевой. Пока вы принимаете душ, эти масла будут испаряться, снизу вверх идти, и вы будете дышать ими, и легкими, и клетками. И это очень классно делать, если вы принимаете утренний душ. Слиминсесси – это смесь для более качественного и эффективного метаболизма, обмена веществ, она помогает при похудении. Но также эта смесь, и ее очень здорово принимать внутрь, да, с водой мы пьем ее. Это сочетание имбирь, грейпфрут, мята и корица. Но также, что очень здорово, что этой смесью можно и очень эффективно делать антицеллюлитный массаж. Поэтому, чтобы даже как профилактика, если вы делаете это с тем же самым полотенчиком, капаете несколько капель этого слиминсесси после душа, и протираете стратегические места, то есть бедра, попу, живот, как следует протираете вот этим полотенцем. Кипарис. Кипарис – это масло, с которым очень классно делать массаж, в том числе массаж ног, и делать вот то же самое с полотенцем для профилактики варикоза. Профилактики и даже, на самом деле, лечения, то есть если у вас уже есть варикоз, вы тоже очень-очень здорово, это только одна часть комплексного подхода, это с маслом кипариса делать массажи и делать вот такие растирания. Напоследок я расскажу вам о такой штуке, которая, может быть, будет здесь в этих водных процедурах очень отдельным советом, особенно если возвращаться к началу нашего разговора сегодня о Дне Любви. И это рецепт того, как можно делиться любовью и как можно проявлять эту любовь в таком щедрым способом. И знаете, дарить любовь – это настолько круто, и дарить другому человеку заботу о нём – это настолько благодарное дело, потому что это всегда возвращается в десятикратном размере. Это некая энергия, запущенная в космос, которая только, как снежный ком, превращается во что-то совершенно светлое и волшебное. Речь идёт о том, чтобы сделать массаж ног другому человеку. Почему я сочетаю это с водной процедурой? Потому что хороший массаж ног, настоящий, самый лучший массаж ног, начинается с распаривания ног. И представьте себе такую картину, что кто-то делает это вам, или вы делаете это другому, или же вы делаете это вместе. Я это тоже по опыту скажу потрясающая вещь. Вы вместе в тазике с водой парите ноги. Ну, нужно подобрать тазик подходящего размера. И для того, чтобы парить ноги, нужно капнуть до десяти капель эфирных масел в стакан молока или же в стакан вина. Для чего стакан молока или вина? Потому что это будет наш эмульгатор. Мы в этом разведём немножко масла, чтобы они более равномерно распределились в воде. Потому что если мы просто капаем масло на поверхности воды или на поверхности воды, которая находится в тазу, то она остаётся и плавает таким образом на поверхности. И мы дышим этим, да, но ноги недостаточно пропитываются маслами. Так вот, мы берём стакан молока. Это может быть молоко, это может быть соевое молоко, любое с жировой основой. Или же полстакана вина, как вам больше нравится и как больше подойдёт по ситуации. Потому что алкоголь тоже является прекрасным проводником для эфирных масел. Сделав такую смесь, в неё вы можете... Ну, тут уже можно даже ещё другие масла, конечно, добавить. Более афродизиачные, а не оздоровительные. Ну, кедр сюда, да, прекрасно подойдёт. Сибирская ель сюда, да, прекрасно подойдёт. Ароматач, это смесь, про которую я сегодня не говорила. Ароматач, это смесь из нескольких масел. Тут вам и имбирь, и мята, и кипарис, и базилик, и грейпфрут, и майорам. Очень классная смесь. Она... просто отдельно про неё нужно рассказывать. Для массажа и для вот таких вот ванночек для ног. Это будет очень здорово. Ну и, конечно, вы можете добавить сюда пару капель кардамона, или жасмина, или иланг-иланг, кстати, да. Почему у меня здесь нет иланг-иланг? Как он здесь не оказался? Что у нас ещё есть? Гвоздика, корица. Да, онгард, онгард, онгард. Это тоже смесь, которая... Почему-то здесь не оказалось её. Которая обладает свойствами как афродизиак за счёт того, что у неё есть и апельсин, который даёт радость, и корица, которая будоражит чувства, и розмарин, который помогает вещам сдвинуться с места. В общем, фантазируйте, выбирайте свою смесь на ваше усмотрение, до 10 капель. Если вы добавляете мяту, то её не нужно больше 2-3 капель, а то вас прям совсем распирать будет слишком сильно. И грейпфрут, ну то есть предоставлю вам свободу для вашего воображения. Это вы всё добавляете в стакан с молоком и добавляете в таз. Что происходит во время этой процедуры? Вы и ароматически, вы дышите маслами, и через распаренные поры ног они поступают в кровеносную систему, поступают в ваш организм, начинают циркулировать во всём вашем организме. Процедура парения ног, её вообще невозможно недооценить. Это просто вещь, которую тоже я вот делаю достаточно регулярно, прямо сижу, когда работаю за компьютером, ставлю ноги в таз под столом и дышу этим, и они пропитываются, это супер. Но у этого есть побочный эффект. И почему я про эту процедуру говорю вам сегодня, в кануне дня ТУБЕАВ, потому что побочный эффект у этой процедуры – это сексуальное возбуждение. И это повышает либидо для мужчин и для женщин. Почему? Как это физиологически происходит? Ну, то есть комбинация вот этих всех вещей расширяются сосудом, начинает кровь лучше шевелиться, всё более приходит в движение. И, конечно, когда мы добавляем к этому масла, то мы повышаем эффективность этого дела в несколько раз. Тут ещё нужно знать один момент, что это повышает шансы женщины забеременеть. Так что имейте в виду. Так вот, после этой процедуры, когда вы сидите, ну, может быть, с бокалом вина, а может быть, с бокалом прекрасного фруктового шейка и с чудесной музыкой, в течение минут десяти парите ноги. И после этого, если вы делаете это другому, или вы делаете это в паре, вы делаете массаж ног. Ну, здесь сейчас я не могу вам рассказать, как делать массаж ног. Для этого я приглашаю вас на мои мероприятия, на мои мастер-классы. И, опять же, я буду делиться с этим также в видео. Но массаж ног, вы даже если можете просто поимпровизировать, возьмите какое-то базовое масло. Кокосовое масло Дутера прекрасно подойдёт, потому что оно лёгкое, очищенное, оно не оставляет жирного следа. Естественно, это не будет оливковое масло, а вам нужно взять какое-то лёгкое масло. Если это не кокосовое масло Дутеры, то это может быть масло виноградных косточек, это может быть миндальное масло, рисовое масло. И в него также вы добавляете те масла, которые вы считаете нужны. Вы пофантазируйте, опять же, здесь, смотря что вы больше хотите. Знаете, когда меня спрашивают, какие масла являются афродизиаком, это очень тонкий и индивидуальный вопрос. Потому что кому-то для того, чтобы почувствовать сексуальное влечение, надо чуть больше расслабиться. И тогда, может быть, ему вообще лаванда подойдёт в качестве афродизиака. А кому-то нужно, наоборот, придать уверенности, силы. И здесь вы можете спрашивать у меня в комментариях, я постараюсь ответить. И, конечно, все те масла, которые я перечислила, то есть, ну, если в двух словах, специи, как корица, гвоздика, имбирь, они разжигают огонь. Древесные масла, они дадут нам больше уверенности. Цветочные масла, они помогут нам почувствовать близость и интимность, чувственность. Поэтому желаю вам прекрасно подготовиться. У нас есть ещё время. Я постараюсь завтра для вас записать какие-то идеи рецептов и напитков. И поэтому оставайтесь со мной на связи. Желаю вам любви в Тубе АВ и каждый день. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok